Господа, Антонио здесь. Сегодня обсудим разницу между костюмами за 200 и 2000 долларов. Кроме отличия цены на порядок, многие спрашивают, Антонио, чем же они отличаются? Я сам был в такой ситуации где-то 10 лет назад, когда искал свадебный костюм. Передо мной стоял выбор между костюмом за 200 и 2000 долларов, и я не знал, что делать. И на самом деле, разница не только в цене. Чтобы выбрать лучший костюм для себя, обратите внимание на детали. Вы должны понимать, если вы платите больше, то качество должно соответствовать, чтобы не переплатить. Я хочу уберечь вас от этой ошибки, чтобы вы могли совершать обдуманные покупки. Итак, первое отличие – то, как на вас сидит костюм. Что касается костюмов за 200 долларов, их шьют так, чтобы они подходили насколько возможно всем типам фигуры. Да, я обобщаю, и, возможно, есть отличные компании, которые продают по такой низкой цене, но в основном большинство фабрик так экономят деньги. Например, они шьют костюм для парня ростом около 175, и неважно, какой у него объем – больше или меньше. Проблема крупных парней в том, что им может быть тесно, а парням поменьше – свободно. Дело в том, что они сшиты не по их фигуре, и поэтому шьются квадратными, слишком свободными, и все из низкокачественных материалов. И по итогу получается, что костюм не сидит должным образом. Но чтобы от всего этого избавиться, мы определенно переходим к костюмам за 2000 долларов. Вы можете рассчитывать, что они будут гораздо лучше сидеть на вас, потому что костюм будет сделан по вашей фигуре. Итак, из всего широчайшего ряда разных фигур, они отобрали определенное число моделей. Таким образом, что они уверены, если дать примерить какой-нибудь пиджак, он будет очень близок к фигуре клиента. Смысл не в том, что они создают идеальные вещи, а в том, что с помощью небольших улучшений, вещи становятся идеальными в плане размеров. Но если есть большие проблемы, в ход идут большие изменения, вплоть до перекройки костюма. Вы можете отнести костюм к портному, отдать 200-300 долларов, он переделает весь костюм. Но некоторые проблемы могут остаться. Ну и снова я повторюсь, я не хочу вам ничего навязывать. Посмотрите на покрой. Если вы из тех, кому трудно что-то подобрать из одежды, вы большой или невероятно маленький, в таком случае выбирайте индивидуальный пошив. Я считаю, что это одна из лучших опций для таких людей. Друзья, вот ссылка на 10 моих любимых частных ателье. Это статья на Real Men Real Style. Я изложил там гораздо больше деталей, но в любом случае поймите, чем меньше цена, тем больше нюансов, которые определенно вам придется исправить у портного. Второе отличие – это пошив. Я все рассказал про размеры, но обычно материалы и все, что касается пошива более дешевых костюмов, идет и ниже качеством. Смысл понятен? Компаниям нужна прибыль. Они не занимаются благотворительностью. Если они продают за 200 долларов, это означает, что себестоимость где-то 100, может 80 долларов. А фабрики также берут свое. Так что можете урезать еще наполовину. Таким образом, уже цена 40-50 максимум за сам пошив костюма, включая перевозку и все остальное. Таким образом, реальная цена 25 баксов. Итак, вы задумывались об этом? 25-долларовый костюм, который вам продают за 200. И такое вы можете увидеть во всей одежде. Поэтому задумайтесь. Это значит пуговицы пластиковые, в плечах места больше, чем нужно, не самая лучшая подкладка. За счет всех этих деталей они экономят. А теперь перенесемся в частное ателье. Тут все гораздо выше уровнем. В том числе плечи, рукава. Все делается индивидуально. В любом случае, вы увидите и ручную работу. И само собой, за ручную работу тоже поднимается ценник. Поэтому одежда, сделанная на заказ, такая дорогая. Не только потому, что они сделаны по вашим меркам. Ведь делать вещи на заказ, это искусство. И вы платите высокую цену за работу мастера. И уже здесь увидите пуговицы из рога, нарезанные буквально индивидуально под костюм. Это тоже плюс к цене. А внутри подкладка, неприпаяна, приятная, плавающая. И все это вы увидите в костюмах высочайшего уровня. И вот за что вы платите. Если вы не можете понять разницы, мой вам совет. Идите в лучший магазин мужской одежды в городе. Перемеряйте дорогие костюмы, после чего померяйте дешевку. Вы почувствуете и увидите разницу. Третье отличие – это ткань. Итак, в костюме за 200 долларов мы увидим смеси, дешевый полиэстер, увидим ткани, которые сделаны по очень низкой цене. А ткани высокого качества ткут фабрики, у которых есть свое наследие. Итальянские, английские фабрики, многим уже пару сотен лет. И когда увидите бренд Лисона, Ви Би Си, Холланд Эн Шерри, на внутренней стороне пиджака, где написано «Производство», поймете, вы заплатили больше и за престиж, но реальный факт – эти фабрики очень тщательно относятся ко всему, что они делают. В низкокачественном костюме зачастую используется переработанная шерсть. Проблема в том, что в такой шерсти отдельные волокна очень малы, а у свежей шерсти волокна в три раза длиннее. Почему это важно? Потому что вторая пройдет тест временем. Перед тем, как уйдем от тканей, пройдем по суперсистеме. Итак, когда вы увидите Супер-120, Супер-180, Супер-240, может быть любой другой номер. Знаете, они не жестко регламентированы. У одной компании Супер-120 может быть как у другой Супер-180. Все эти номера, которые так часто пишут, сравнимы с мегапикселями на камере. Бизнесмены считают, чем больше цифру они поставят, тем больше людей скажут, «О, эта камера лучше!» У нее эта штука делает так. И поэтому обратите внимание на производителя, где сделано, и то, как вы себя чувствуете. Когда вы платите больше, вы должны получать и ткань получше. Четвертое отличие – это сервис. Дешевый костюм, как показывает опыт, по-любому нужно подправить. И вы можете найти более-менее приличный костюм, отнести к своему портному, которого знаете по имени, и подшить. Однако, покупая дорогой костюм, там же, у них есть свой портной, который позаботится о вас. Это должно быть по определению. Если у вас оторвались пуговицы, пусть даже через месяц, вы можете прийти к ним в ателье, и они обязаны вам все починить. А в дешевом магазине они даже не запомнят, кто вы такой. Вы можете хоть биться с ними, но даже вернуть костюм будет проблемой. Итак, друзья, сервис очень важен. И пятое отличие – репутация бренда. И, друзья, это касается всего. Да, иногда за низкую цену вы можете совершить отличную покупку. Иногда вы можете найти недорогой бренд, который старается создать хорошую репутацию. Может быть, им только несколько лет, и у них низкая цена, потому что работают со знакомыми партнами, и они только начинают расти. Когда вы найдете что-то подобное, это шикарно. Отличная покупка ждет. И я хотел бы, чтобы вы написали в комментарии бренды, о которых люди должны знать. Но поймите, если бренду 50 лет, 100 лет, они потратили миллионы долларов, чтобы создать репутацию себе. И когда Зенья ставит свое имя на вещь, вы понимаете, что цена взлетает. А теперь напишите в комментариях компании, названия которых ассоциируются с качеством. Если я скажу вам, что костюм от Том Форд, сразу понятно, что цена будет высока, потому что идет ассоциация с дизайнером. Ладно, друзья, на этом все. Дайте знать, что вы думаете в комментариях. Если хотите знать больше, почитайте статью. Там найдете краткую инфографику и больше деталей. Я оставлю ссылку на несколько отличных ресурсов. На этом все. Увидимся в следующем видео.